Дорогие телезрители, итак, сегодня я буду вам рассказывать о Греции. Мы перенеслись из северной части Европы, из Дании, в самую южную европейскую страну, в Грецию. Конечно же, у Греции очень богатая культура, богатейшая история и достаточно красивая природа. Что мы, кстати говоря, сейчас и можем видеть. Греция – это страна и туристическая, и ежегодно Греция принимает около 11 миллионов туристов. Поэтому туризм – это один из основных доходов греческой экономики. Ну, а если говорить, собственно, о самой стране, то греческое государство, греческая республика – это независимая страна, которая находится в юго-восточной Европе. И занимает она юг Балканского полуострова. Ну, вот мы эту страну называем Грецией. Как я уже говорил, в принципе, все, кроме самих, собственно, греков, называют страну эту Грецией. А греки все-таки сами себя называют эллинами. И, в частности, о свою страну они называют Эллада. Ну, что бы хотелось бы отметить. Ну, во-первых, греков также называют по-разному Ивази. В частности, восточные соседи греков называли, турки называли их Юнанистан, а евреи и арабы – Юнан. Дело в том, что это название произошло от одного и того же корня – Ионос, Ионидсе. В древние времена действительно существовало несколько народов греческих. И самые крупные из них – это были ионийцы, в частности, дарийцы и иолийцы. Ну, затем, конечно же, происходило смешение этих народностей, объединяла их и культура. И так, собственно, и, кроме того, и существовало и множество более мелких народностей, из которых фактически и сформировалась греческая нация. Ну, что бы хотелось бы еще отметить. Что Греция – это же, конечно, страна, если говорить по площади, не очень большая. Всего лишь 132 тысячи квадратных километров. Ну, можно сказать, что средняя по площади. Кроме того, но, хотелось бы отметить следующее, что Греция принадлежит очень большое количество островов. И, в частности, самый крупный остров, который принадлежит Греции – это остров Крит. Именно на острове Крите появилась первая европейская цивилизация. Да и сама жизнь на Крите, она отличается от привычной греческой жизни. Площадь острова Крита превышает 8 тысяч квадратных километров. Ну, Крит также имеет богатую историю. И, фактически, истории острова Крита тоже хватило бы на целое независимое государство. Ну, хотелось бы также еще отметить, вот если опять-таки обратить внимание на остров Крит, я уже говорил, что там появилась первая европейская цивилизация, минойская. Ну, и кроме того, конечно же, остров Крит, люди, которые живут там, они имеют немного другие традиции, в отличие от остальных греков. Дело в том, что это, во-первых, связано с тем, что остров Крит долгое время принадлежал Венеции. Вот, ну, и затем даже какое-то время это было такое независимое государство, даже и от Греции, которая затем все-таки с греками объединилась. Ну, и также вот хотелось бы отметить, вот можно опять-таки обратить внимание на достопримечательности острова Крит. Но в целом можно сказать, что Крит – это самая южная территория Европы. Крит лежит южнее Средиземноморского берега Марокко, Алжира и Туниса. Огромное тело Крита как бы заброшено среди Средиземноморской волны между Европой, Азией и Африкой. И именно поэтому на Крите происходили различные смешения культур. Ну, что бы еще хотелось бы отметить, что если мы говорим об острове Крит, то, в принципе, я уже говорил о том, что это практически отдельная страна. Люди здесь смуглее остальных греков, и в языке их даже присутствуют буквы Ч и Ш, что не присутствует в остальных диалектах греческого языка. Кроме того, культура их тоже отличается, музыка их более восточная. Ну, и также хотелось бы отметить, что если говорить об истории острова Крита, то во II веке до н.э. здесь зародилась минойская цивилизация. Минойцы нам оставили красивые дворцы, но, к сожалению, не оставили книг и летописей. Поэтому мы очень мало знаем об этой цивилизации. Кроме того, хотелось бы отметить, что вот к концу минойской цивилизации в Греции появляются греки-ахейцы. И, соответственно, собственно, фактически греческим остров становится лишь в XI-X веке до н.э., когда остров завоевывают греки-дорийцы. И вот как раз в это время на этом острове основывается большое количество городов, но об этом мы поговорим чуть позже. И вообще хотелось бы отметить, что остров Крит, он настолько значительный, что он даже делится на четыре провинции. Ну, и также еще что хотелось бы сказать, что именно благодаря острову Крит мы и можем считать Грецию самой южной европейской страной. Ну, а если бы мы посмотрели на карту Греции, то хотелось бы обратить внимание на следующее. Ну, во-первых, всем, я думаю, прекрасно известно, что столица Греции – это город Афины, один из древнейших городов на планете. Если говорить о крупнейших городах, то, конечно же, основное население – Греция. Вот, казалось бы, Грецию все-таки многие считают страной такой, скорее, аграрной, чем промышленной. Но это не совсем так. Во-первых, большая часть населения Греции все-таки живет в городах. И крупнейшие города – это Афины и Салоники. Причем, города эти последние выросли очень быстро, и население Салоников составляет более полутора миллиона человек, а население Афин по разным цифрам, в зависимости с учетом иммигрантов и без учета них, колеблется от 3,5 до 3,7 миллиона человек. То есть Афины выросли тоже в последнее время очень быстро, где-то каких-то 15 лет назад население там даже не превышало и 2 миллионов человек. Ну, если говорить о материковой части Греции, то она с трех сторон омывается морями. И если опять-таки обратить внимание на греческие острова, то на греческих островах тоже так называемая своя культура. То же самое, что характерно и для Крита. Ну, во-первых, три крупных острова Греции находятся в Игейском море, и также крупные острова находятся в Иоанническом море, в частности, среди самых известных островов это остров Киркира, или второе название, как его называли англичане, остров Корфу, о котором, наверное, многие из вас читали в трилогии Джеральда Даррила «Моя семья и другие звери», где фактически он там и провел значительную часть своего детства, и увлечением зоологии он обязан как раз именно благодаря этому острову. Ну, и, соответственно, естественно, культура этих островов тоже отличается от материковой Греции. В частности, какое-то время даже существовало, если мы опять-таки говорим про острова в Иоанническом море, то даже существовало государство Иоаннических островов, тоже, соответственно, со своей культурой и традициями. Остров Крит, я уже говорил о том, что он долгое время находился в Венеции, считалось, что там как раз происходило смешение византийской культуры и Иоаннических островов. Ну, давайте обратим внимание на карту. Что, опять-таки, можно увидеть из карты? Ну, конечно же, большая часть территории Греции, это все-таки находится на материке Европы. Можно обратить внимание, что на юге Греции, из карты, да, находится такой крупный полуостров Пелопоннес. Это как раз юг Греции. Горы Пелопоннеса – это продолжение гор Пинт к югу от Каринфского залива. Кроме того, хотелось бы обратить внимание, что как раз Греция, она делится на разные провинции. В частности, о полуострове Пелопоннес я говорил уже. Кроме того, если мы увидим, опять-таки, мы видим Эгейское море, да, около северного берега Эгейского моря находится греческая Македония и Фракия. Это тоже отдельная провинция. Ну, а островная Греция, я опять-таки говорил, если посмотреть на карту, слева мы можем видеть острова, которые находятся в Эгейском море, справа – это острова Эгейского моря, ну и самый юг Греции – это же, конечно, остров Крит, в котором находятся крупные города, туристические центры, такие как Ираклеон и Ханья. Ну, если говорить, опять-таки, о таком разделении Греции, то хотелось бы отметить, что и культура этих провинций тоже отличается. Ну, и как, впрочем, и экономическое развитие областей Греции. Потому что, например, те же самые Афины, они представляют собой наиболее развитый греческий регион. В то же время, как ионические острова, несмотря на то, что они являются центрами туризма, все-таки в экономическом отношении они одни из наиболее отсталых регионов Греции. Ну, а если говорить про северную часть Эгейского моря, то там тоже находятся три крупных острова. Это остров Тассос, Самотраки и Лемнос. А к востоку, кроме того, в Греции находятся также удивительные острова Кеклады, о которых я поговорю в одной из следующих программ, которые характеризуются тоже удивительными различными достопримечательностями и богатой культурой. Ну, и даже существует карта Греции, которая непосредственно говорит нам о том, какие достопримечательности в каких регионах находятся. Действительно, такого числа достопримечательностей хватило бы, наверное, на десяток стран. Ну, а если говорить о природе Греции, то начнем мы, наверное, с водных ресурсов. Да, с одной стороны, Греция – это такая держава морская. И действительно, если говорить о торговом флоте, то он третий по величине в мире. Но ресурсы пресноводные очень несущественны. Реки в Греции отличаются небольшой протяженностью и быстрым течением. Поэтому, в принципе, существенной роли они не играют. Кроме того, если опять-таки говорить об этой стране и вновь вернуться к карте, то можно обратить внимание, что Греция граничит у нас с Албанией, Македонией, Болгарией и с Турцией. Ну, наиболее острые отношения все-таки у Греции с Турцией, потому что не раз эти страны оказывались на грани войны. В частности, в том числе из-за проблемы тоже, опять-таки, пограничного с Грецией государства острова Кипр. Ну, и кроме того, у Турции и Греции к друг другу существуют взаимные территориальные претензии, в частности, подобычи, например, полезных ископаемых на шельфе и так далее. Ну, об этом я тоже поговорю чуть позже. Все это как раз взаимные претензии Греции с Турцией, как раз связаны непосредственно с историческими данными. Ну, кроме того, хотелось бы отметить, что я уже говорил о том, что греческие острова, они представляют собой уникальные различные культуры. В частности, интересны острова Кеклады. Это острова с уникальной, не похожей ни на что ни в Греции, ни в мире культурой и архитектурой. Ну, островов, самые популярные среди туристов, это острова Миконос и Санторин. Ну, и также вот перед вами острова Кеклады. Можно на них обратить внимание. Ну, и хотелось бы сказать следующее, что нигде ощущение острова не переживается так напряженно, как на островах Кеклады. Кеклады шокируют культурной самобытностью, почти полным отсутствием привязки к любой влиятельной культуре Запада и Востока. Когда обращаешь внимание на кекладские дома и церкви, то невозможно определить, кем и в каком веке они построены. Настолько здесь отсутствуют признаки любого знакомого стиля. Ну, и острова Кеклады, все фактически острова, они тоже, каждый остров характеризуется своей самобытной культурой. Также хотелось бы отметить, что когда мы говорим о Греции, то обычно, ну, по крайней мере, еще лет 15 назад в Европе существовало такое разделение. Богатый север и бедный юг. Что это значит? Ну, в частности, к богатому северу относили скандинавские страны, Данию, Норвегию, Швецию и более южные, например, Германию. Да, это уже не Скандинавия, но, тем не менее, тоже северная европейская страна. А вот к бедному югу относилась как раз непосредственно Греция и такие страны, как Испания, Португалия. Тем не менее, в последние годы экономика Греции развивается достаточно быстро. И, в частности, уже даже если говорить о валовом внутреннем продукте, то он уже, цифра соответствует уже стране не со средним экономическим развитием, а уже с достаточно высоким. И по экономическим темпам прироста Греция в Европе одна из лидеров, потому что прирост в некоторые годы составлял даже 4,5-4,7%. Если говорить о политическом устройстве Греции, то фактически хотелось бы отметить следующее, что Греция – это страна парламентская. То есть, фактически основная власть принадлежит премьер-министру, которого избирает большая часть парламента. То есть, партия, которая выиграла выборы, либо коалиция. Крупнейшая партия Греции – это Всегреческое социалистическое движение, которое было основано 3 сентября 1974 года. И очень долгое время, если посмотреть выборы, то только последние выборы она проиграла. А так долгое время находилась у власти. Ну, партия эта достаточно жестко относилась к Соединенным Штатам Америки, требовала выхода страны из НАТО. Дело в том, что Греция очень отрицательно отнеслась к тому, что Соединенные Штаты никак не среагировали на то, что часть государства Кипр была занята турками. Соединенные Штаты на это не среагировали, хотя греки ожидали как раз непосредственно от них поддержки. Кроме того, существуют и демократические партии, которые в последнее время находятся у власти. Дело в том, что Всегреческое социалистическое движение на последних выборах проиграло. И также постоянно 5-7% получает Коммунистическая партия Греции, но больше ей никак не удается получить. Также хотелось бы отметить еще следующее. Что если мы говорим о Греции, то внешняя политика Греции как раз была долгое время направлена на взаимодействие со Соединенными Штатами Америки. Но, тем не менее, в последнее время Греция является активным членом Европейского Союза. Все мы прекрасно знаем, что основная денежная единица Греции это евро. И, кроме того, хотелось бы отметить, что в данном случае, если мы посмотрели бы на экономику этой страны, то промышленность Греции это в основном, опять-таки, я повторяю, всего лишь два города. Но, тем не менее, сейчас в последнее время в экспорте страны преобладают именно промышленные товары. Поэтому сейчас Греция стала менее зависима от цен на сельскохозяйственную продукцию. И, если говорить о доле всех предприятий, то как раз именно в Афинах находится четверть всех предприятий страны. Сельскохозяйственное производство больше развито в Греческой Македонии и в отдельных областях полуострова Пелопоннеса. Если говорить, опять-таки, менее процветающие сельскохозяйственные регионы, это, например, остров Крит. Трудовые ресурсы в Греции, если говорить о них, то население Греции достаточно выросло за последние годы. Если бы мы открыли 15 лет назад географический атлас, то мы бы обратили внимание, что население Греции составляло около 9 миллионов. Сейчас население составляет 11 миллионов человек. Это было связано с тем, что некоторые греки эмигрировали из соседних стран, бывших социалистических стран. Это понятно, потому что в Греции экономически более развито, чем соседние страны, такие как, например, Болгария. Кроме того, в последнее время в эту страну отмечается приток албанцев, которые по подсчетам в последние годы приехало в эту страну около 300 тысяч албанцев. Ну, многие греки винят в негативной, в росте преступности именно албанцев. В этом есть определенный смысл, потому что около 20 лет назад в Греции было очень небольшое количество преступлений, и даже небольшая кража приковывала внимание журналистов. Сейчас обстановка немного другая. Но, тем не менее, албанцы берутся за любую работу и способствуют, соответственно, экономическому развитию этой страны. Греция – это и туристическая страна. Поэтому, безусловно, если мы говорим о климате Греции, то он, конечно же, характеризуется жарким и сухим летом. Кстати, опять-таки, если мы обратим внимание на экологические условия в Греции, то климат сухой, жаркий. И вот это как раз очень положительно влияет на людей. И поэтому продолжительность жизни в Греции – одна из самых высоких в мире. Мужчины в среднем там живут более 76 лет, а женщины – 81,5 лет. Ну, конечно же, это связано не только с климатом, но считается, что специальная средиземноморская диета, в которой преобладают, например, то же самое оливковое масло, рыба, тоже способствует тому, что продолжительность жизни в Греции – одна из самых высоких в Европе. Это несмотря на то, что все-таки по экономическому развитию страна немного уступает наиболее развитым европейским странам, таким как скандинавские страны, Германия, Великобритания, Франция. Ну, опять-таки, мы остановились на климате, и хотелось сказать следующее. Что в Южной Греции осадки почти всегда выпадают в зимние месяцы. А наибольшее количество осадков, которые выпадают летом, это характерно для северных областей Греции. Зимой снега на материковой Греции практически не бывает. Хотя температура иногда опускается до минусовой отметки. Большое количество дождей, в частности, например, на острове Киркира, который имеет второе название Корфу, характерно на зимние месяцы, в частности, на январь и февраль, и осенний октябрь и ноябрь. Если говорить о туристическом сезоне, то, в принципе, теплая температура, уже высокая температура, уже у нас бывает в апреле. Температура в апреле превышает уже 20 градусов. Но ночи достаточно холодные, и вода тоже прохладная. В июне, июле, августе стоит достаточно сильная жара. Очень часто температура достигает 40 градусов. И поэтому наиболее благоприятный сезон для туризма – это сентябрь-октябрь, когда температура опускается до 25-30 градусов, а море уже достаточно теплое. В то время как в апреле и мае, несмотря тоже на достаточно высокую температуру, море все-таки прохладное. Если говорить о почвах Греции, то в Греции широко распространены известняки, и, соответственно, преобладают маломощные почвы. В прошлые века, конечно же, лесов в Греции было значительно больше. Но, тем не менее, большая часть лесов в Греции была сведена в начале античности. И действительно, сейчас в Греции существуют такие так называемые экологические группировки – Маквис и Горика. На месте пустоши возникают заросли, высокие густые заросли ксерафитных кустарников, таких, например, как среди хвойных, например, присутствует можжевельник, а также присутствует среди цветковых дикая фисташка, дикая маслина и некоторые эфирно-масличные растения розмарин. И вот это сообщество вырождается еще в менее крупные растительные группировки и менее однообразные, то есть уменьшается и видовой состав, который носит название Горика. Что касается первоначального лесного покрова, то он сохранился только на более высоких и труднодоступных склонах Пинда, Олимпа и Родопских гор. Животного мира в Греции богатого тоже, к сожалению, нет. В основном присутствуют мелкие животные, такие, например, как зайцы, хотя более крупных животных можно встретить в горах, таких, например, как горный козел, медведь, и в отдаленных лесных массивах, где еще они сохранились в Греции, встречается волк. Если говорить об этническом составе Греции, то я говорил о том, что в период античности существовало множество различных греческих народностей, но тем не менее, когда в VI-VII веке нашей эры славянские народы проникают практически во все уголки Греции, происходит смешение народностей. Ну, вопреки расхожему мнению, что в греках очень много турецкой крови, на самом деле это не так. Там, скорее, больше у греков славянской и албанской крови. Если говорить о составе, о составе населения Греции, то существенные миграции были после Первой мировой войны. Ну, когда мы коснемся кратко истории Греции, история Греции очень трагична, то мы будем говорить о так называемой катастрофе, которая произошла в 20-х годах, когда Греции пришлось уступить значительную часть территории Турции. И именно в то время из Малой Азии грекам пришлось мигрировать в европейскую часть Греции, а турки, наоборот, мигрировали из Греции уже в более увеличенном территориальном масштабе Турцию. Ну, тем не менее, в результате обмена в середине 20-го века население Греции практически полностью состояло из греков. Если говорить о национальных меньшинствах, то опять-таки в большинстве там все-таки находятся турки, их около 100 тысяч человек. Они в основном проживают на острове Родос и западной Фракии. Кроме того, в стране живут македонцы, болгары, армяне, цыгане. Ну, и я уже говорил о том, что сейчас в последнее время в Греции большое количество нелегалов, в частности, албанцев. Также еще хотелось бы отметить следующее, что со стороны греческого руководства они считают, что у них национальных меньшинств нет. И поэтому, безусловно, основной и официальный язык это греческий язык. Также есть и официальная религия. Это греческое православие. Что бы еще хотелось отметить? Что Греция, очень большое количество греков живет в других странах. В частности, население Греции составляет 11 миллионов человек. А 7 миллионов греков еще живут за границей. Особенно большое количество греков проживает в Австралии. И также в Соединенных Штатах Америки и Канаде. В Турции тоже живет не очень существенно, если мы говорим количество греков. Я говорил о том, что практически все население страны принадлежит к греческой православной церкви. Если говорить в процентном отношении, то православных в Греции 98%. Среди других религий это мусульмане, около 200 тысяч человек. Кроме того, живут в Греции католики, около 50 тысяч человек. Протестанты и евреи. Около 5 тысяч человек. Большая часть евреев, к сожалению, погибла в результате оккупирования Греции в фашистской Германии. Население Греции по разным отметкам, опять-таки я уже об этом говорил, составляет около 11 миллионов человек. Естественный прирост населения, если в 60-70-х годах достигал всего лишь 0,5%, то в 80-х годах прирост увеличился вдвое и составил 1%. На данный момент, после того, как значительная часть греков вернулись на свою родину, прирост не очень существенный и составляет всего лишь 0,1%. Ну, если говорить о разделении Греции, то Греция разделена на 13 крупных областей. А области делятся на так называемые более мелкие территориальные группировки Номы, которых в Греции 51. Ну, и затем еще идет более мелкое разделение. Номы у нас состоят из епархий, а епархии разделены на так называемые муниципалитеты и коммуны. Кроме того, монастыри Греции на горе Афон имеют особый территориальный статус и самоуправление. Если говорить о сельском хозяйстве Греции, то я уже говорил, что доля сельского хозяйства даже в экспорте Греции в последнее время существенно уменьшилась. Это связано с тем, что более активно развивается промышленность этой страны. Ну, что бы хотелось отметить. Среди сельскохозяйственных регионов, например, остров Крит, культур, которые выращивают греки, не такое уж большое количество. Если мы говорим о зерновых, то среди зерновых, конечно, в основном преобладает пшеница и ячмень. Другие важные сельскохозяйственные культуры Греции это сахарная свекла, картофель, помидоры. Кроме того, конечно же, Греция один из крупнейших производителей оливкового масла, поэтому плантации маслин, пожалуй, уступают только по площадям Испании и Италии. Также в Греции, в основном на экспорт, выращивают цитрусовые. Кроме того, среди растительных продуктов, которые экспортируют, это изюм, и есть и технические культуры, это хлопок и табак. В 1997 году в Греции было собрано 1,2 миллиона тонн винограда, и из них было произведено более 400 тысяч тонн вина. Тем более, что греческие вина по качеству считаются, что они уступают только французским и итальянским. Животноводство в Греции представлено слабее, чем растениеводство, и на ее долю приходится примерно треть доходов от сельского хозяйства. Причем, даже животноводство полностью не удовлетворяет потребности греческого населения в мясе. В частности, потребность в мясе удовлетворялась в Греции лишь только на 75%, а в молоке и масле лишь на 70%. Если говорить о промышленности Греции, то, конечно же, Греция – это страна, которой находится очень небольшое количество полезных ископаемых. Это характерно, наверное, для большинства стран Европы, что они бедны полезными ископаемыми. Как я говорил, что все-таки в первую очередь в Греции развита текстильная промышленность, и также, если говорить о горнодобывающей промышленности, то там только развита добыча угля. В стране также извлекают высококачественную железную руду хром, магний и цинк. Основные районы добычи – это полуостров Пелопоннес, Фессалия и Эвбея. В 60-х годах также были открыты месторождения меди, которые также используются. Но, тем не менее, конечно же, значительную часть сырья Греции приходится покупать у других стран. Машиностроение в Греции развивается лишь в последнее время. Но, тем не менее, эта отрасль потихоньку становится одной из основных отраслей греческой промышленности. Если говорить об энергетике, то, конечно же, 95% потребности в топливе покрывается за счет импорта. Кроме того, хотелось бы отметить, что основные доходы Греции, я еще раз хочу повторить, это туризм. В частности, страну посещает около 11 миллионов туристов, и доход, который был от туризма, составил 4 миллиарда, например, в 1997 году, 4 миллиарда 200 миллионов долларов. Если говорить о внешней торговле, то, конечно же, тесные экономические отношения Грецию объединяет в первую очередь с европейскими странами. В первую очередь с такими странами, как Германия, Франция и Италия. Ну, в частности, если говорить про экспорт, про греческий экспорт, то 25% экспорта Греции приходилось на Германию. Кроме того, 16% греческой продукции экспортировалось в Соединенные Штаты Америки, и 9% в Италию. Значительная часть греческого экспорта, греческого экспорта товаров, приходится также на Великобританию и Японию, и также Францию. Если говорить об импорте, то, опять-таки, основные импортирующие страны это Италия, Германия, Соединенные Штаты Америки, Великобритания и Нидерланды. Таким образом, большая часть торговых отношений все-таки Греции приходится на европейские страны. Денежная единица Греции – евро. Ну, хотелось бы отметить, что главные кредитные учреждения Греции – это Государственный сельскохозяйственный банк, Национальный банк Греции и частично приватизированный Иллинский банк. Хотя, конечно, по темпам роста частного капитала Греция отстает практически от всех стран ИЭС, но, тем не менее, здесь тоже активно действует фондовая биржа. Если говорить о греческом образовании, то количество университетов в Греции, вернее, даже, сказать, высших учебных учреждений, достаточно скромное. Было на начало 90-х годов. Всего лишь 17. на 11-миллионную страну. Из них было 9 университетов. Старейший университет в Греции находится в Афинах. Кроме того, второй по значимости университет, конечно же, находится во втором по величине города Греции – это Салоники. Ну, хотелось бы отметить следующее. В последнее время очень большое количество университетов в Греции открыли свои филиалы на греческих островах. Поэтому же, если посчитать в сумме, то количество все-таки студентов выросло. Но, тем не менее, и на данный момент цифра эта не очень большая. Студентов в Греции – 200 тысяч человек. Кроме того, хотелось бы отметить, что, опять-таки, все-таки большая часть образовательной жизни, и, как и в прошлые годы, сосредоточена в Афинах и Салониках. В Греции обязательно среднее образование. Ну, об этом мы поговорим чуть позже, но хотелось бы отметить, что в Греции существует так называемые средние специальные школы, которые дают среднее образование. И после окончания обычной школы в них нужно учиться около трех лет. Конечно же, если сравнивать опять с страной, о которой мы говорили на прошлых программах, с Данией, то, конечно же, система греческого образования существенно уступает датскому. Количество университетов там значительно большее, кроме того, там развита и система так называемых народных школ. То есть, фактически, датчане обучаются в течение всей жизни. В Греции этого не происходит. Кроме того, в Греции достаточно щадящий режим работы. Потому что, например, в среду, например, в Греции существует такой короткий день, когда люди работают только до трех часов дня. То же самое существует в большинстве регионов и в пятницу, когда тоже, опять-таки, трудовой день заканчивается в три часа. Но, тем не менее, в следующий раз я продолжу рассказывать вам о Греции, об образовании Греции, о греческой литературе, об истории Греции, в которой очень много было трагических событий. Но благодаря европейским державам, таким как Великобритания, Франция и Россия, Греции все-таки удалось восстановить свою независимость. Ну, и также мы поговорим вновь с вами об острове Крит. Так что, не пропустите следующую программу. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok